Я не готов после вот этого, после того, что я узнал, я просто не готов играть в эту игру, ребят. Сейчас вы всё сами увидите, сами всё поймёте, насколько разработчики Горены извращенцы. Они принимают нас с вами за извращенцев. Я не готов после этого играть в эту игру. Вот скажите мне, ребят, вот что вы здесь видите? Вот это вот, видите, вот эта щель. Вот просто скажите мне, видите вы это или нет? Вот она, вот это вот, между камушками. Чтобы вы понимали, это вот здесь вот я наверху, карты, бермуды. И вот посмотрите, вот что вы здесь просто видите? Вот скажите мне, что вы здесь видите? Я уверен, что большинство из вас здесь видят просто щель. Это просто щель. Но нет, друзья, нет, это не просто щель. Я провел собственное расследование. Я сейчас вам его покажу, сейчас я вам объясню, все покажу. Я провел расследование, сделал эксперимент. И с уверенностью вам, ребят, заявляю, что это не просто щель. Это не просто щель. Вот вы ошибаетесь, если вы говорите, что вы видите здесь просто щель. Нет, друзья, нет, это не щель. Вот еще, пожалуйста. Вот это вот, смотрите, вот это вот. Вот это по-вашему что? Вы думаете, это просто камень? Нет, друзья, нет, это не просто камень. Это больная фантазия разработчиков фрифайеров. Это не просто щель. Я уверен, вот меня убили, хорошо. Я уверен, большинство из вас увидели вот там вот щель, что это просто камушки. Но нет, нет, друзья, нет. Смотрите, ребят, я провел собственное расследование. Вот если бы вы знали, я уже 4 дня не сплю и думаю, как такое возможно, что разработчики фрифайера засунули это в игру? Как это вообще возможно? Они что там, реально больные что ли? Я 4 дня не сплю, вот с этой мыслью меня это мучает. Вот полтора часа я всего спал за эти 4 дня, ребят. Я проводил свое расследование, я очень долго думал об этом. И вот смотрите, к чему я пришел. Смотрите, вот первая фотка. А нет, давайте покажу вам первую фотку. Вот смотрите, вот первая фотка. Что вы видите на этом фото? Просто унитаз. Это просто обычный унитаз. Я вчера кое-где был. Кое-где был, где был, не важно. Где-то был там, где, короче, я был. И там я захотел пипи. Я сходил в унитаз, сфоткал его. И вот он. Вот вы его сейчас видите у себя на экранах. Не спешите делать выводы. Это не обычный унитаз. Это не просто унитаз, ребят. Не просто унитаз. Смотрите. Вот это что? Вот это по-вашему что? Присмотритесь. Вот что это по-вашему может быть? Скажите мне, вот давайте, я его даже увеличу. Что это по-вашему? Вот что объединяет вот эту фотку и вот эту? Вот что эти фотки объединяют между собой? Как вы думаете? Вот как вы думаете? Я говорю, 4 дня не спал, и у меня мучила мысль, как разработчики Free Fire могли такое добавить в эту игру. Я был вчера там, где я был. Не важно, где я был. Я был там, где я был. И сфоткал обычный унитаз. Теперь посмотрите вот на эту фотку. Что эти фотки объединяет, друзья? Вот как вы думаете, что это? Я сфоткал это через обычное приложение. Обычное приложение на Android PixArt. Вы каждый может его скачать. Это не реклама. Я просто его скачал, сделал вот эту фотку унитаза. Потом пришел домой и долго думал. И сделал вот это вот. Вот это вот, друзья, чтобы вы понимали, это сделал я. Это сделал я. Это вот этот вот унитаз. Это вот этот вот унитаз я сделал. Вот он. Это он. Вы, наверное, не поняли сразу, да? Но я вам, ребят, говорю, я сделал отзеркаливание. Вот этот унитаз я отзеркалил и получил вот это. Знаете, что это? Не поняли до сих пор? До сих пор не поняли, да, что это такое? До сих пор не понимаете, как вот этот унитаз, который я сфоткал там, где я был, связан с Free Fire и его разработчиками. Не поняли, да? Хорошо. Следующая фотка. Давайте, что вы видите вот на этой фотке? Скажите мне. Кто-то скажет, что это просто яблоко. Но нет, друзья, это не яблоко. Следующая фотка. Что вы видите здесь? Кто-то скажет, что это просто грейпфрут. Нет, друзья, это не грейпфрут. Это не просто грейпфрут, друзья. Это обман зрением. Это не грейпфрут. Вот это вот что? Что это по-вашему? Кто-то скажет, что это просто персик. Нет, друзья, это не персик. Вы не понимаете, да, видимо? До сих пор не понимаете, что на этом фото. Это не гребаный унитаз, который я сфоткал там, где я вчера был. Это нет. Это не унитаз. Это вагина. Да, это женская пипи. Разработчики Free Fire добавили огромное количество женских пипи в свою игру. Да, они сделали отзеркаливание, и у них получилась женская пипи. Ребят, мы играем в игру, которая просто усыпана пёздами. Вот если вы мне не верите, что это просто отзеркаливание, хорошо, пожалуйста. Я сделал ровно то же самое из своего носка. Вот просто посмотрите. Вот это вот, это просто мой носок, в котором я хожу каждый день. Вы мне не верите, да? Вот оригинал этого фото. Смотрите. Вот оригинал этой фотки. Это мой носок, правда, не постиранный. Я сделал отзеркаливание на нём и получил просто огромное количество пёзд. Ну вот просто посмотрите, я сейчас приближу вот так вот. Смотрите, раз, маленькая. Два, уже такая побольше. Три. Как это понимать? Это я сделал отзеркаливание и просто получил вагину. Окей, теперь давайте вернёмся во Free Fire. Я после этого даже играть в эту игру не хочу, ребят. Вот я просто, пока они это не уберут, я не готов в неё больше играть. Честно. Я не готов играть в игру, которая усыпана огромным количеством пёзд. Вот если вам нравится играть и бегать по пёздам, вы напишите в комментариях, вы скажите, Евген, да чё ты, блядь, нагоняешь смуту? Обычное дело, по пёздам бегать. Я не готов играть в эту игру, ребят. После этого, после того, как эти разработчики поступили с нами, я не готов в это играть, ребят. Я четыре дня не спал, проводил собственное расследование. Вот сейчас давайте ещё раз прыгнем на то самое место, вот где вы просто увидели щель. Ребят, нет. Это не щель. Я вам со стопроцентной уверенностью заявляю, это не щель. Это нихрена необычные камни. Сейчас вы сами всё увидите и поймёте. Чтобы вы понимали, этих камней в этой игре овер дохуя. Их тут очень много. И вот просто смотрите, вот подходим мы к этому камню. Что мы тут видим? Огромное количество щелей. Но нет, друзья, это не щель. Это вагины. Да, вот смотрите, это вагины. Это просто отзеркаливание. Человек, который занимался текстурами вот этих вот, когда делал обои вот этого вот фрифайра, вот эти вот текстурки, он просто, он просто поленился, видимо, сделать нормально и просто сделал отзеркаливание. И получил пизду. Ровно так же, как я получил её из туалета, который я сфоткал там, где я был, и из носка. Получил вагину просто при помощи обычного отзеркаливания. Сделал это в приложении PixArt. Это чистая правда. Вы каждый можете сказать, что вы себе на телефон и сделать ровно то же самое. И вот он сделал ровно то же самое здесь с этими камнями. И теперь мы с вами, игроки фрифайра, которые донатят в эту игру, которые играют в неё очень часто, бегаем просто вот по огромному количеству щелей. Вот как это просто объяснить? Я не могу назвать этого человека, который делал текстуры, кроме как дебилом, мудаком. Просто слов на него нет. Вот просто каким нужно быть дебилом, чтобы это сделать? Ребят, вот просто объясните мне. Вот как можно было вот это вот добавить в игру? Это же просто оскверняет нас. Вот я просто понимаю, теперь играю в игру, что я понимаю, что просто бегаю по вагинам. Я не знаю, как вы, ребят, а я нет. Я не готов в это играть. Я провёл собственное расследование. Я выяснил, что Гаррина над нами издевается, что разработчики поленились сделать нормальные текстуры и добавили в игру огромное количество женских пипи. Официально заявляю, Гаррина Фрифайр, я задонатию вашу игру огромное количество денег. И с сегодняшнего дня я не готов играть в вашу игру ровно до тех пор, пока вы не удалите вагины из Фрифайра, из моей любимой игры Фрифайра. Уважайте своих игроков, уважайте нас. Мы донатим вашу игру, вы зарабатываете на нас, на честных игроках и делаете такую подставу. Уволите того сотрудника, который сделал отзеркаливание. Ребят, кто не верит, это реально просто обычное отзеркаливание. Не знаю, как вы, а я больше в это играть не буду. Субтитры создавал DimaTorzok